господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 316 события дня филиппийцам послание апостола павла 1 глава 22 стих я не ставлю двоеточие между этим потому что система не пропускает но когда ставим в интернет там двоеточие пропускается двоеточие запрещено ну такие знаки у них там еще какие-то знаки восклицательного проситель ничего нельзя ставить но когда уже окончательно закачанная я тогда ставлю нужные знаки если не пропущу если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу то не знаю что избрать то есть или еще благодарить бога что живу или уже понимать что кончился этот путь мой дистанция пройдена подошел к финишу плод моему делу делу благовестия жизнь во плоти доставляет я бы уже не один раз мог это сказать но видя сколько новых людей приходит и как люди жаждут получить ответ на вопросы но тут уже всегда говорил не знаю за 23 октября то есть за воскресенье день проходит за ночь еще какие-то бывают отзывы я отбираю какой взять нет и худые уничтожают а бывают скверные слова говорят 23 воскресенье это вчера было и дальше ролик один посвящается всем ушедшим из православной церкви вчера с одной разговаривал что-то не понял так может мне уйти надо уйти из общины или тому не поймешь даже зачем ты такой и нужен да кто на фронте бывает разве может так сказать может мне уйти из фронта мы сказали неправильно делаешь где-то одинаково преследовались таких отступников предателей что сталин что гитлер и вот это посмотрите ролик он так называется я православный филиппийцам это как бы к эпиграфу дано нам ради христа не только веровать в него но и страдать за него и вот теперь прикинь как ты страдал за него за него когда ты поступал по заповеди божий слушать христа и ради него я это делал 1 петра 4 13 радуйтесь да и явление слава и возрадуйтесь и восторжествуете всегда в гонениях поношениях вот но я не вопрос это означает опасаясь за человека не знаю его как он твердый потому что недруги мои они просто осатанели кидаются на тех и священники даже есть такие и начинает говорить там про меня несут такую ахинею ни одного слова правильного нету ни одного и лжи миссионер там или псевдо православной безумие полное это за кем-то бы я гонялся я 53 года 54 года как уверовал по евангелию даже мыслях и мы не могут и гонялся бы за кем-то но не такой еще и зато один раз я сказал сказал спросили сказал за кем бы я гонялся когда за собой надо смотреть исследуйте самих себя написано она пишет игнатий тихонович вы для меня авторитет я хотела бы узнать ваше мнение по одному вопросу я слушала вашу пропасть что женщина должна покрывать голову я с этим полностью согласна ведь про это написано в библии дело в том что я живу в греции был я в греции видал этих гречанок здесь женщина не покрывает голову церкви в отличие от нас я много лет здесь хожу в церковь без платка чтобы не считаться белой вороной и чтобы люди лишний раз не обращали на меня внимание понимаете это пропасть обращать вот как я как все причина какая чтобы не быть белой вороной считаться считаться какой белой вороны ты хоть и на раз видела я могу заранее сказать вряд ли видели вы белую ворону это наука называется орнитология я с детства это самое любимое мое было занятие считать про зверей про птиц обитали бианки другие книги и белую ворону ни разу не видел никогда не видел а так как редкость говорить пока рак на горе свистит рак свистеть не умеет и на гору ему не заползти то есть никогда понять эти пословицы то они сказаны так дальше хотя в глубине души кроется сомнение это ведь не по библии ничего себе знать что христос дух святой сказал не так а чтобы меня не считали я такая как сей так то ты их не уважаешь они бесплатка они нарушители гречанки меня спрашивали в греции ну и как вы наши ну более тепло-хладных кажется нигде нет вроде они верующие живут мирские полураздеты вся грудь тут открыто не хоро не хорошая вера нет то есть так чтобы крепко это единица вот кому мы заезжаем там плотникова там другой разговор она марина демосфяна куем щиде ясно дело что она имеет отношение к грекам там другая обстановка но все равно расхолаживающе влияет это когда такие есть как вы мне посоветуете носить платок не обращая ни на кого внимание или подстраиваться под тот уклад который здесь сложился так представьте она наши ролики смотрят и такой вопрос мне задают но даже смешно мне такой вопрос задавать или подстраиваться вы у меня видели я подстраиваюсь под кого-то когда на здесь у меня был суд с коммунистами но и секретарь кпрф тут железнодорожного района бобров да вам чего это вот на вас там сказали вы тогда советской власти такому монстру не подчинялись а то героически приехали тут два благощинных у меня погибло в михаил и александр войтовичи а михаил и говорит вы для нас были как знаменосец в те годы вынесли я знать не знал я там знаменосец какой-то вы никогда не склоняли перед ними голову не склонял а чего ради то я стал стою прямо никогда заранее благодарю за ваш мудрый ответ вот это заранее благодарю я ни разу нигде никому не написал как благодарить когда ты не знаешь что будет правильно неправильно а это друг от друга берут заранее благодарю но как это можно не знаю мудрый ответ тем более мудрый он или не мудрый будет еще смотри что делает куда затеяла залезть и надо она залезет люди прямо еще и туда надо то не получается и залезть и может ну ладно я ей отвечаю заметьте мой ответ вот заранее благодарит мы чтобы оправдать ее доверие мне я и пишу галатам 1 10 у людей ли я ныне ищу благоволение или у бога людям не угождать стараюсь ответ один ты людям стараешься белые вороны чтобы они тебе не подумали да белая ворона наоборот это было бы до того удивительно бывает белые тигры показывают какие они есть я однажды видел белого грача один раз и то проездом на ходу на сто процентов даже не уверен что это именно грач но сидели одни грачи и среди них пора по размеру все такое никто бы не заметил если бы я поныне угождал людям то не был бы рабом христом то есть это невозможно людям ты угождаешь ты не раб христов ты раб чужого мнения галатам 24 а вкравшимся лжебратьям скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой вот у нас свобода такая которую мы имеем во христе иисусе чтобы поработить нас мы не на счастье не уступили не покорились дабы истинно благовествование сохранилось у вас вот этой твердости апостола павла мы должны благодарны быть 2000 лет поработить нас вот что им нужно тогда давай от нас патриархию толкать поработить хотят нас а теперь а от вас отказались где-то мы получились свободу невиданную где никто от нас не отказывался нужно было в отчете написать что приход с приходами покончено в этом была вся их мысль ну патриархии еще мы не знаем какими действиями нужно было выщеркнуть но две общины так и остались две на всю россию и мы находясь в рпцз близкие отношения каноническое общение с московской патриархией самая правильная позиция была вот по отношению нас это участник митрополит сергий иванников и все это пишет и говорит вот павел бачков там профессор написал на днях я выставил материал и в знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо до стихи сейчас или давно для меня нет ничего особенного бог не взирает на лицо человека лице некоторых считает ей о на лицо человека и знаменитые не возложили на меня ничего более вот и все ну что что он такой то я на это не смотрю библия говорит святая библия я на 5 44 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которые единого бога не ищете ох мне это очень вот это вижу силах в этом стихе как можно это свернуть и невозможно если заботитесь что назовут ли белой вороной или как-то как вы можете веровать когда великий бог перед ним я пристану я умер все списано каким бы я не был то сейчас я не ночь давайте поносить человека который ушел но не такой да не такой был но его уже нет он за себя заступиться не может ни слова сказать он на суде божьем а я приду и буду теперь его судить он ушел уже все дела его там ну что они не такие то мы можем еще сказать 1 петра 1 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытываемого золото похвале и чести и славе и явление иисуса христа то есть это когда испытанная вера будет показана как драгоценность когда господь явится во второй раз на страшный суд 1 царств 230 посему так говорит господь бог израиля я сказал тогда дом твой дом отца твою будут ходить перед лицом в моим вовек но теперь говорит господь да не будет так ибо я прославлю прославляющих меня а бесславящие меня будут посрамлены ты хочешь быть посрамлена вот это ждет тебя все таки заделали между собой дерутся видел она сидит глазах уставила вот такое преследование есть у меня тут свои дворки на зачем но а то мать ее она и угоняет в комнате это тоже то сектант это сектантка бей подбежала ударил и опять спряталась вот этим занимается миссионерские отделы миссионерские отдела от антихриста евреям 312 смотрите братья чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного дабы вам не отступить от бога живого лукавый человек спрашивает как люди говорят так а бог так какого мне слушать это лукавый ереме 1323 может ли тебя плянин переменить кожу свою барс пятна своих так и вы можете ли делать доброе привыкнуть делать злое я не могу вас на это вызвать ты только подумала что кого слушать бога или человека это должна содрогнуться ужасно все что со мной потеряла веру потеряла страх божий потеряла любовь к богу у кого у меня слушается мужа своего или соседнего мужа кого у меня слушать это ну еще тут непонятно то я 32 евангелия тяна ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злые иди к свету в библии лука 17 и сказал ему хорошо добрый раб за то что ты в малом был уверен возьми в управление 10 городов это малое такое дело платок надеть о чем разговор идет но вы же живете среди мусульман посмотрите они в машине едут хиджабе я видел в софии когда мы были в болгарии и у вас там такое же есть да нет наверно в софии видел да и лена так и даже 1 коринфян 11 5 и всякая жена молящаяся или пророчествующая с открытой головой постыжает свою голову ибо это тоже как если бы она была обритая тоже но мысленно прикиньте что они обритые сидят манкурты вот я легенда там показано когда все люди полностью голая черепа и вот у сектантов у всех я бы не было или какой-то там накину такая вуальта голову не закрывает все видно или вообще сидят все без платков у нас то почему то этого нету у нас то даже это немыслимо чтобы даже у старообрядцев если она не замужем пол головы чтобы открыто были тоже лукавые делать или а почему чтобы видели она не замужем найдите жениха и не стыдно ничего где вы нашли это разделение муж и жена муж если молится с покрытой головой но это муж если жена то это предложение то одно жена значит это замужняя а муж на уж тогда кто тогда тоже надо относить только женатому тогда мальчик юноша или иные женаты может в шапке быть храме чё тут доказывать не надо ничего все обритые елена спасибо вам игнатий ханович спасибо вообще нету христиан а то спасибо тебе боже спасибо то откуда вы взяли в библии есть это слово или нет подряд все говорят с кем я не беседовал вот это баптиста все говорят исключить это слово научитесь говорить спаси запятая христос имя христа нужно всегда поминать помолитесь за меня пожалуйста чтобы господь дал мне возлюбить более славу божию неже человеческую мой ответ заключался в чем в ответе божием я знаю где написано все все тут православное понимаете как то есть ненавидят эти лже миссионерские отделы ни одного миссионерского дела во вселенной никогда не может быть по два человека бог направляет тогда эти люди никогда не будут пальцем показать они будут трудиться им открыта картина стоящего перед ним человека они знают что сказать дмитрий игоревич елена мы молимся за тебя да благословить тебя господь и больше никогда не иди туда где нет бога людям угождаешься а при чем тут бог но и жили по-людски это не запрещает но при чем тут бог и христианка то и в храме то какое отношение по открытая голова постыжающая и сидят какой на священники то для чего нужен почему же они упустили то все вот у нашего общего видите собрание вы посмотрите как люди одеты у нас бывает тут разные люди откуда только не приезжали все какая красота и многие сразу начинает так делать надевают фотографии если вас без платка уберите все то крещение примут а фотография стоит старая уберите их и платки это уже проповедь повторяю посмотрите на мусульман поехали сейчас играть мини-футбол женщины в иран а им сказали только в хиджабе как наши молоденькие девчушки совсем все надели хиджабы четвертый раз говорит а это не проблема слова проблема я не люблю его то есть нерешенный вопрос дмитрий игоревич берем игнатий тихонов скажите почему община номинована в честь священномученика анфима никомедийского одесский трудовой лагерь станк в честь священномученика климента анкирского ну анфим никомедийский никомедия это центральный столичный город средней азии был и там был епископ анфим анфим никомедийский по городу барнаульский там вашингтонский садомский там гоморский еще он епископ то ну и вот я был когда в америке мы были в синоде сидели епископы там я не знаю сколько там было их митрополит виталий помню что был капрал он был епископом а теперь первый иерарх русской православной зарубежной церкви части русской церкви которая за рубежом она не другая но я до этого уже насчитал жития святых восьмидесятые годы я их насчитал и составил симфонию на жития святых я посмотрел то есть прослушал я 12 томов на десять раз надо что-то снова я заново сижу там ночью работаю уложился где-то всегда вставал 4 40 а ложился выходит в два часа два с половиной часа у меня находила на сон а почему в движении как елизаров косник говорил днем преподаю а ночью я там вожусь с инструментами чтобы не заснуть а магнатфон крутит я знал что если бы в книгу гиннеса заносили святых 30 втором году он казнен был то он был бы занесен община была у него 32 тысячи человек и в это время гонение было большое и он так убедил всех их сжигали христиан и храме сожгли сразу 20 тысяч это какой же храм был 20 тысяч это стадион настоящий ну просто закройте откройте это 3 сентября по старому стилю по новому 16 это престольный праздник а нас сжигали все время лагерь был его 18 раз сжигали никого не было оставляем шалаши и спички и все я попросил община зарегистрирована название еще не было чтобы назвать ее потеряевки это уже была крестовозвиженская я то был в 92 году а в девяносто первом батюшка приехал первая палатка потеряевки была все еще себе название не было общины и это утвердили и сразу издали указ он у нас есть какой номер сам что вообще называется так то и дальше некоторые часто пишут что мы были у епископа вначале валентина сузельского ни дня мы не были там ни дня он был архимандрит ему сказано было как бы с нашей общины иметь общение ничего больше не было не были бы ни одного дня у него ну то есть я подробности говорю эти неточности где бывает да чтобы знали не то что я к нему что-то имею просто не было а тут уже лазарь лазарь и у нас сразу перевели жур журбин кажется я отвечаю по сходству чего-то лучшего высокого редкого а почему анфимика не комедийский так это я пообъяснил и огнепальный был из-за огня и при том было кому подражать сколько людей твердости и не ни у кого не было такой общины чтобы все взошли на небо 32 тысячи община была второй раз опять сожгли и остатки и сам с ними сгорел поэтому мы как покровитель у православа считается но так называется свято-анфимовская община а климента анкирского это 6 февраля по новому стилю откройте посмотрите 312 году его умертвили усекли головы ему я насчитал жития повторяя их знаю жития 1173 жития я назову данные все какого числа и вот никто за всю мировую историю не только в церкви столько не страдал как он он не просто сидел столько-то лет вот он был 18 лет там такой-то такой-то а этот его мучили там сколько-то правители императоров прошло и он все сидел и мучили его у него ни одной клеточки не было его тело все это вырвано было новое наросло его на пике насаживали пики через него проходили но видимо не через важные органы не через сердце и он оставался живой и потом выпустили амнистия была а потом опять напали на него и во время богослужения отрубили ему голову она упала прямо на престол то есть тоже в книгу гиннеса был бы занесен но гиннес не при чем я просто говорю а так то и он когда был маленьким умирала мать и она только просила об одном климентушка я с таких муках тебя рожала у тебя нет отца и я умираю и она его целый день наказывала это сделайся мучеником чтобы я была мать мученика мать мученика и фразина она передала и при своей подруге софии та богатая была а в это время в галате был голод и детей выбрасывали дороги сходятся расходятся что может кто-то подберет есть ничего было а он-то в достатке жил и он детей этих собирал кормил обмывал а сам-то ребенок был и приводил их к святому крещению детей накормить а мы с бедными возимся из детдома ко мне привозили откуда только не было и мы решили что это тот самый во-первых сколько страдал твердость его он епископ был священномученик 312 году на 10 лет разница была с анфимом некомедийским куда убили значит они были ну жили в одно время как пушкин жил современник серафима саровского и ни слова нигде ни один писатель не говорил о нем попутно сказать вот я отвечаю по сходству чего-то лучшего высокого редкого ну и говорю вот за сегодняшнее 316 за 23 смотрите события дня за такое то то есть я его отвечаю сказал мне вот сегодня я дал ответ писать мне нет времени нет андрей новгород пишет игнатий лапкин очнитесь увидите в никите застывшего биса биса это беса убит мень убит сыном писатель балашов да много еще но действительно было там адельгейм павел там это правильно называю не знаю и только иван грозный опередил своего сына будьте на щеку то есть к чему эти слова сказано чтобы я опередил пока меня никита не убил чтобы убить его опередить или никиту опасаться но я никита сразу скинул сейчас найду там ответ я попутно хотел сказать послали бандероль в испанию и даются номера вот такие номера и может проследить почта в россии его смотрите как я слежу за ней принято в отделении связи барнаул 16 октября прибыла в сортировочный центр в барнауле 17 октября дальше покинула сортировочный 18 тут внизу написано прибыла в сортировочный центр какой-то а москва уже 19 покинула 19 уже прибыла на границу россии цех 2 какое внуково прием на таможню 19 выпущено таможне 19 до того интересно цех 2 то другое пересекло границу россии 20 я никогда не наблюдал это того интересно но 20 а сегодня у нас уже 24 но пока не даже не пишет что дошло может дошло уже за границей бесплатное отслеживание почтовых отправлений еще удивляйся что людям начертание будет да посылок то сегодня то ведь не одна же посылка моя идет так это за границей наверно не сегодня уже было посылок и я послал сразу четыре и на все ответ четыре в одном место а если взять по барнаулу а по россия по миру она если взять за год за 10 лет ужас один миллиарды и все они под номерами у каждого расчета номер то одна цифра одна буква и уже миллионы вот дальше ну тут одно я пишу я не знаю кому пишу я могу послать вам лекарства мед с пасеки лишнего у меня нет но для болящей и труждающейся вынужден буду подумать о ней одной женщине но при нарушимом никогда условия если правильно меня поняла или и даже слова сейчас же что ни грамму никому это лекарство есть утром натощак после проспорки святой воды ложечку чайную и наноши также жду ответ сразу же а иначе не видать вам подарка как своих ушей двадцать третьего десятого она пишет но я могу его в зеркало посмотреть ушей ну и тогда и в зеркало смотри мед но я посылаю это немного всего только трехлитровую банку купил летом зимой тут можно подарить кому-то еще-то особенного нет но и поговорили я говорю ладно не не ерничай так даешь слова или нет а если отец у меня заболеет одну ложечку дай все я даю тебе у меня нет ничего нету я вчера только две банки отправил ну позавчера ли вот а всего-то ничего тут я покупала в прошлом году 30 банок как интересно уберу с пасеки привозят наш человек подтвердил там ни грамма ничего нет чистый мед я все расспросил это все в интернет выставлено павел сказать геннадий павлович шерстобита то есть пососеднего села улыбки а они бывшие потеряевские все очень его мама и моя мама все ли на пасеке работали колхозные пасечники у нас мед был всегда пляги стояли дома свои было двадцать пять колодок я попутно сказать я ему сразу он приехал я говорю ну давай сколько ну сколько я говорю сколько то давай 30 банок 30 банок я ему давай отсчитывать то красными по 5 тысяч да вы деньги то ли печатаете знаете какая мне похвала деньги печатать деньги то не мои я говорю деньги у меня пенсия 6 тысяч это как то мы дорогой ехали и нашего шофера миссионерской поездки миссионерской не только благовестнической оштрафовали будто бы так мне шофер сказал за превышение скорости так я так обрадовался нашу машину газель и за превышение скорости это похвала да отдайте им деньги сразу даже не надо ничего говорить мы это всем расскажем что наша газель обгоняла кого обгоняла на осле ехали нагруженные мы обогнали повозку с ослом но скорость какую-то заметили положено 60 а вы 61 километр наша газель лебедушка грубела ну и все это в одном месте я говорю потому чтобы не обижаться ходили бы по домам евангелия раздавали кажется трубочево и вот выходит бабушка видно древняя старушка такая сухонькая как наша серафима и говорим с ней я и благовествую а потом говорю бабушка а сколько вам лет а тебе сколько а я говорю там сколько-то 70 с чем-то да ты-то сопляк еще бабушка я тебя целую я сопляк это значит совсем еще молодой ну никаких мужчин у меня нету ну обижаться что ли на слово сказали мадам куку и проще да наоборот буду ничего себе я думала что падаль выброшено валяется а меня еще мадам назвали да еще и куку значит я летаю и людям ну радость даю нету этого постарабрячески надулся и и все эту свирепость свою прикрыть не могут сопляком назвала и бабушка моя разулыбалась и со мной кто шел разулыбались ты у тебя должно быть ласковое слово как англичане любят потрудить над самим собою юрий соболев ну кто послал мед то и другой которые отвечали с воскресным днем игнатий тихонович на эти слова батюшки это павел бочков пишет о нас о нашей общине то я сейчас покажу что он пишет действительно уникальную общину господь и сохранит да благословит его бог и сохранит вашу действительно уникальную общину господь смотрю сейчас ваш новый выпуск дивин бог столько новых людей из разных городов выходят на меня через общение с вами я и не думаю о том оказывается молятся о нас считают смотрят многим полезным делятся насколько говорили действительно тысячи людей приходят за то время там и не день же здесь храни вас христос поклон вам молитвенно обнимаю а вот теперь этот он на меня на меня вышел андрей новгород что будьте на щеку никита колесников убьет там вас наверное я никите скинул а никита колесников пишет игнатий тихонович мне в некотором греховном роде вот видите как даже льстят подобное подозрение но я за вас молюсь и не желаю причинить вам никакого вреда это испытание уже не первый раз меня подобным образом характеризует называет упырем и одержимого сектантским духом а до этого приглашали в семинарии дудин его все с них спрашивают но это не так и вы конечно не поступите по примеру ивана грозного по нынешним событиям потеряевки теперь дальше дает а отчет чем он занимается там и так в связи с ранним снегом позьба сразу прекратилась и я полностью переключился на работу по хозяйству матушки и батюшки у виктора я полностью заведую кухней от приготовления еды для нас а также животных чем он управляясь овцами и курами увидеть овцы и куры есть голубят не посещается один раз два дня вода начала леденеть набирая снег нужно голубям насыпать больше половины чтобы зерна было не дай бог кончится они сразу погибнут гибнут они от холода от голода по своему дому что я пока только разобрал железо видите как это тот дом который купил я и подарил ему я пока только разобрал железо у дверей на нужное и ненужное слава иисусу христу проверка старшая сестра видите как договорились за это время телефон не включается и мы не платим за это надо знать где никого никто не обманул это разрешается и ненужное собираюсь всю неделю следующей неделе занять уборкой на втором этаже мойки окон на остановим эти лучше отпустить меня весной пораньше чем разводить тут сырость на зиму дрова все сыры с того самого дня как вы уехали барнаул на улице все кроме того в ноябре я буду нужен брату игорь дыбу нову для завершения проекта проекта местности где золотая добыча золота идет вот и создание нового по его работе участка мы с не договорились еще прошлой зимой он платит ему за это это конечно все на ваше рассмотрение и дельные советы вот этот и ладно выдели даже дельные советы елена скрыник это он пишет составила новый видеоролик во свете библии посвящается всем принявшим христа милующим и питающим вдов и сирки я бы не знал и я не подписан ни на один канал нигде и вот это где можно найти а пока под этим под каналом написано какой-то джоне вот это вот непонятная какая-то ряжка заплывшая свиная голова какая-то какой молодец этот игнатий растрогал до слез оказывается в этом ролике которая елена сделала там что-то про меня написано видно вот она отвечает это кирилл это ее сын мир всем до джоне можете растрогать игнатий тихон еще он такой разносторонний может казнить а может и миловать видите как а чтобы я казнил то сказал один раз приняли не приняли я отошел я никогда не преследую человека я делаю сказали знать о дворки не я постоянно показывал как он сделал злодейство и которое неистребимо будет полстолетия может быть посеять злобу и поэтому я часто выставлял ролики они не мной составленные ролики то я один только рассказал александр гутник вижу что он твердо утвердился я решил имя его показать 2 октября второго запомните октября держите пальцы приветствую с Игнатий Тихонович я и моя жена ходим в общину евангельских христиан баптистов после просмотра ваших роликов получили много ответов на свои вопросы вот тут можно вот так вот примерно знак поставить много ответов на свои вопросы откуда они смотрят один вопрос отвечу второй третий а там 4124 ответа как можно приобрести новый завет с толкованием я из города обыска очень хотелось приехать к вам ну на это что сказать приехать нельзя как получить адрес нужно сначала ознакомиться посчитать на сайте стоят книги чтобы не раскаиваться это ли вам нужно потом высылаете переводите деньги мой счет там есть или на карту высылаете фото карточки счет счета своего и ждете все мы посылаем когда получите две-три фотографии с книгами в руках порядок один никаких предоплат ничего нет но как так я пошлю деньги а а вы не вышлете так никто не говорил ни разу я просто знаю как люди думают ну разговора нет не веришь значит не наш клиент книги-то кончаются есть еще новая завета и к истинному православию потому что они были переизданы вторым изданием которое больше первого в три раза и говорит то есть он так создал дальше игнатий тихоныч неужели нет ни одного спасенного спасенного баптиста то есть они баптисты и спрашивают это уже 16 октября то есть я ему отвечаю не искушайтесь и не искушайте спасает бог не игнатий но вне церкви христова нет спасения в если нет епископата апостольских времен рукоположение сохранилось это не церковь это уже было двадцать третье сегодня я поясняю приветствую вас гнатий тихонович прошло воскресенье подошел к служителю там у баптистов сказал что будем уходить православную церковь вот представьте двадцать третий двадцать дней прошло три недели три недели тут переписка какая была я не знаю посылал книги сейчас даже не проверяю показать но теперь я уже миссионер вот миссионерская работа я про баптистов ни одного слова плохого не сказал сказал что нет у них хератонии все сегодня же нас ребенком ходили в храм на богослужение я в тобольске в командировке а она в омске смутила молитвы за здравие за упокой оплачивают через кассу помолите чтобы нам встретить духовного отца хранит вас бог но все вот ну куда вы послали то их там же бизнес сорковные я отвечаю торговля храме категорически запрещена лука 19 45 священники как будто не знают они это обходят они лукавят и войдя в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих значит не подходи зачем молись мы будем молиться зачем за деньги за деньги не молятся дальше симония у нас храме нет никакой торговли я просто говорю нужно установить святую десятину и отпадет не надобность проклятой торговли делающий храм домом торговли вертепом разбойников ни за что никогда не платите за здравие за упокой у нас не берут никогда ни копейки это обговорено в нашем уставе есть батюшки хорошие бог может вам указать на такового чтобы он деньги себя не брал не драл как говорят вот ну и показать на наши ресурсы вот первое то что мой мир я очень люблю эту систему даже теперь сделали но не такой как было 10 тысяч можно было сразу одновременно к ним послать друзьям если у меня столько друзей и получали 5000 знаков не 50 50 тысяч 5 тысяч и одновременно 12 фотографий а потом все это убрали и сейчас и сером она лучше для меня вот сегодня опасно что вы я выставляю в ю тубе все переношу суда вот сегодня что автозапись сергеем давнишняя показал про кошек интересно за курсором гоняется вторая третье события дня четвертое считается ям влатоус и пятое собрание они вышли от нас не были наши нет это не это или это это или нет собрание не знаю наверно не это еще она выставляется дальше у нас есть ленточный православ форум православный форум очень богатой 1593 темы очень богатый я смотрю когда я смотрю но и не нигде там отзывов не даю наш форум составлен намного выше классные легко искать по любой теме тысячу тем и легко найти предисловие сказано какие темы где и поисковик вот здесь общий поиск вот внизу общий поиск а тут нажми только новое сообщение сразу первая страница ну и наш православный видеоканал открытым оком вот сегодня утром я в 4 40 встаю и начиная до 4 40 сегодня я вставал в 2 30 встал и не выдержал еще прибег но уже все сделано потом было потом вот сегодня поставил я что тут собрание тут а эпиграф захария лже пророков и нечистого духа изгоню говорит господь вот уже посетила тридцать один человек про кошку сорок семь вот а про златоуста всего 17 события дня 26 ну что один час назад выставляю здесь ну и ой очень большой ресурс это во свете библии православный библейский сайт вот здесь вот все книги в издание лапкина для сканирования вот вы нажмите их и сам это вот я нажимаю сейчас нажал вот новый завет говорится как вот новый завет пройдет открытым оком вот все книги а здесь скачать можно ознакомился с книгами понравилось да дальше переписку продолжим и получишь книги вот я говорю последняя большая у меня полный комплект уже не получается полный комплект на что две книги уже кончены стихи и кажется первый том но экземпляров 5 осталось я и лежат только и все но тут решил послать на страну один хотя для библиотеки в мадриде мы оставляли книги вот все на события вчера воскресный день был разговор был с одной сестрой она большую обиду держит на брата нашего что он сказал ей ты мадам ку-ку вот вообще и обижается и не покоряется никак и говорил говорил и но дальше будет видно интересный ролик но пока она не согласна ставить он у меня лежит когда игорь приедет перебеседуем еще раз и тогда я добью чтобы она разрешила поставить очень интересно но как будто бы все собрание как всегда у нас было занятие день этот прекрасно было все дни прекрасное даже высказать не могу как хорошие дни богу нашему слава во веки веков